Ох, это была великолепная битва, мы наконец настигли самозванство Мублада и предвкушали месть. Хм, чувак чинил тут, не успел. И мы разгромили их, разогнали по углам, как собак. Но потом, когда из вражеского экипажа остались только они, на палубу стали падать камни, куски золота, клянусь, а один из них был настолько большим. Что раскрошил корабль к чертям. А этот мерзавец скрылся, прихватив с собой золотишко. Так что, ты в деле? Элизабет, ты меня еще спрашиваешь, в деле я. Короче, друзья мои, сегодня смотрим на игру «Пиратские корабли». Твой корабль, что ж, для начала сгодится, давай укомплектуем его. Так, нажми на корабль, чтобы перейти на палубу. Заполни палубу стрелками. Да, проще паренной репы. Четыре стрелка, да? Неподалеку я видела бандитское судно с пушками на борту. Твои стрелки легко с ними разберутся. И не забывай, наше дело тактика. Битвы происходят автоматически. Наблюдай и делай выводы. Ну что же, нам предлагают друзья в бой. Слушай, а у них пушкарь. У них-то там пушкарь. А у меня какие-то стрелки и четыре штуки. Ну ладно, посмотрим. Мы, короче, против бандитского судна. Аааа, мы берем за счет скорострельности, друзья мои. Пока они там свою пушку заряжали, мы их и расстреляли. В принципе, ничего здесь сложного и не было. 3600 плюс 400 каких-то пергаментов прихватили. Ну, судя по пергаментам, это, наверное, ребята, нужно будет для прокачки... Ааа, для прокачки нашего уровня. Это было так легко, что даже скучно. Давай установим их ржавые пушки себе. А нужны ли мне эти ржавые пушки-то? Выберите карточку бомбарды. Ну, и что? Ааа, это канондир. Блин, подожди. Мы, значит, убрали корабль головорезов прямо по курсу. Он наверняка и есть чем поживиться. То есть мы с тобой, грубо говоря, убрали четырех стрелков, поставили две пушки. Ну, допустим. Допустим, ребята. Корабль головорезов. Но это понятно. Это хорошо, что здесь у него просто даже не стрелки, а просто какие-то ближники с мечами. А, мы еще сближаемся. То есть можно еще потом и на абордаж что-то идти или как? Пока не ясно. Я не понимаю, зачем мы взяли пушки эти. Мы бы могли бы и так, наверное, справиться, скорее всего. Так, ну что, у нас вторая победа из трех. Судя по всему, это идет как обучающая программа. Так, я получаю новый уровень. Второй. Боец и легкий щит. Легкий щит. Защищает в основном от пуль, но уничтожается ядрами пушек. Моментально сгорает от атаки прямым огнем. Боец. Способен пережить несколько выстрелов из пистолета. Наносит сокрушительный урон в ближнем бою. Вражеские пушки несут смертельную кровь. Отлично. А теперь в арсенале доступны новые юниты. Давай их наймем. Ну, давай наймем. Так, в арсенале. Значит так. Купить. Это мы поняли. За полторы тысячи. Купить. Все-таки будет абордаж, ребята. Я вижу, что... Так. Тут еще и улучшение юнитов идет. Здорово. Осталось назначить новых юнитов на корабле и снова в бой. Так, ну что, переходим на палубу? Заполни палубу бойцами. Ну, если я сделаю его так, допустим... А, чисто бойцами. Понял. Заполни палубу щитами. Хм. И что, это сработает, что ли? Так, а можно мне как-то звук? Все, ребят, прибавил звука чуть-чуть. А то совсем уж, я не знаю, в глухомане сидим в какой-то. Вооруженные бродяги. Так, нам сейчас хана щитан-то будет. Ну, абордаж будет, нет? Есть. Ну, это спорные вопросы, ребята, по поводу вот этих... Мечников. То есть, они должны просидеть в засаде, дождаться, пока мы подплывем. И после этого, ну, такая себе тактика, если честно. Так, стрелок забираем. Ну, и, кстати, мы, по-моему, его можем даже прокачать, потому что плюс два получили. Хм, в треме противника найдены карточки улучшений. Они сделают стрелков сильнее. Я даже в этом не сомневаюсь. Так, атака... А, тут атака либо здоровье, я возьму атаку. Так, возвращайся в порт. Уже скоро мы раздобудем настоящий корабль. А пока установи улучшение... А, улучшенных стрелков. Ну, допустим. Тут еще битвы флотилии какие-то будут. Так, ага. Тут пушкари. Ну, пушкари снесут нам эти... Нет. Ничего, они не снесут. Они не успели даже пикнуть. Как мы их разнесли в труху просто. В пыль. Понимаешь? Деньги растут. Новый уровень. Третий. О, новый корабль. Легкий шлюп. Теперь мы можем заменить старый корабль. Но, думаю, он нам еще пригодится. Потому, давай купим дополнительное место в порту. Ну, давай. Десять самоцветов. Семь тысяч. Хорошо справляешься. Попробуй победить еще нескольких самостоятельно. Ну, давай. М-м-м, так тут. Я попробую сделать так. Ага, здесь нельзя поставить. Загрузка 480 из 660. Давай попробуем. Давай рискнем. Ага. Короче, там будут со счетами. Вот, не знаю, успеют ли мои пушечки это все пробить. Мы идем на сближение. Это пираты, ребята. Они, о-о-о, беспощадные. Два осталось их. Успели. И разбомбили. Успели и разбомбили. Причем... Без проблем. Так, это вторая победа. Еще одна нам нужна. Прежний хозяин корабля оставил много барахла. Давай выбросим лишнее и освободим место на палубе. Да? Больше места, больше команды. Теперь влезет еще одна пушка. А я не хочу, может быть, пушку встать. Почему именно пушку даже сюда лепить? Ну, согласись, я не хочу пушку. Нет. Убери пушку. Вот так вот я лучше поставлю. Блин. Ладно, попробуем. Я понимаю, я понимаю, что там щиты, щитовики. Но... Посмотрим. Угу. Мы идем в сближение. Раз, два, три. Их трое. Плюс один стрелок здесь. На бордаж побегут сейчас. Вот засранцы-то, ты прикинь. Кто бы мог подумать. Да. Что ж. Это было неплохо. Но давай я покажу тебе, где найти подсказку, если вдруг потеряешься. Маленькая пушка эффективна против абордажной команды. Щиты прикрывает от дальних атак пулями и ядрами. Щиты можно ставить в любом месте корабля, если нужно сохранить как можно больше матросов. Ну, ладно. Подожди. Ну, вот так, наверное, сделать, да? Давай посмотрим. Ну, пожадничал. Ну, ладно, фиг с ним. Давай сейчас глянем. Но видишь, там стрелок. Он тоже как бы... Вот у него здесь стрелок стоит. И он будет стрелять. Он же не будет просто посмотреть и любоваться на нас. Ё-моё, три залпа. Обалденно. Но так, да, так... Так это работает, ребят. Отлично. То есть даже не успели подплыть, как мы разнесли ядрами их. Ладно. Был неправ, признаю. Ну, что тут за обычный сундук? Что нам здесь выпадет? Рубины. 20 штук. Рубины я пока не знаю, куда нужны. Но я знаю, что нам нужны вот эти вот зеленые камни. Так, победите следующего противника. Новый уровень. Четвертый. Капитан Маркус Шарп стреляет во врага издалека и атакует сабли в ближнем бою. Повышает скорость атаки союзных стрелков и бойцов. Капитаны в тавернах заговорили о твоих победах. Многие хотят сотрудничать. Наймем лучшего. Наняли уже. Так, нет капитана. Ну что же, ставим? Оу. Капитан, тут нормально. Ага, оплатить сделку. Нажми еще разок, чтобы назначить капитана на корабль. Установить. Правильный выбор. Мой талант в усилении бойцов и стрелков. Поэтому для победы мне нужны эти матросы и щиты. Перемести капитана в защищенное место в центре палубы и поставь вокруг бойцов. То есть сюда, а вокруг бойцов. Бойцов, я так понимаю, вот этих. Так, подожди, а это... Почему эта пушка не убирается? Ну давай посмотрим, и что у нас получится из этого всего. То есть стрелять мы сейчас не будем вообще. Мы ждем, когда будет абордаж. И здесь уже будет показано... А, все-таки пушка одна есть у нас. О-о-о. Они стоят, ее там кривляются, пытаются зарядить. Нафиг я так сделал. Мы ждем, мы ждем, ребят. Ну, побежали. Ну да, вырежем мы их тут всех. Тем более еще и сам капитан рванул. А вот мы и завершили с тобой обучение. То есть это было обучение. Все, халяву больше не будет, ребят. Убеди противника в схватке. Одержи победу в абордаже. И 5000 монет. Лига черепах? Новая лига. Теперь всем морям придется считаться с тобой. Пришло время выбрать себе имя. Нет уж, никакой не плеер. С таким никнеймом идите вы к Азиев Трещину. У меня будет вот такой вот. Сохранить. Блин, аватар не выбрал. Теперь ты можешь сражаться с настоящими игроками, но будь осторожен. Эти ребята по-настоящему опасны. Так, в режиме схватки с игроками нельзя смотреть, посмотреть палубу противника и отменить бой. Все по-честному. Ну, давай. Нельзя отменить бой. Так, что у него тут? Беда, по-моему, меня тут ждет, друзья. У него тут уже капитан. Щиты. И пушка. Ну, пушка у него тоже медленная, как и у меня. На бардаш. Кто победит здесь? По-моему, мы, ребят. Да. Или нет? Нет. Проиграл я. Потому что они два капитана, они одинаково похожи. Я не понял, там, чей капитан. А почему проиграли-то? В магазине стали доступны альтернативные способы. Да иди ты. Задачи. Задачи. Собери АФК награды, какие-то АФК награды, достижения. Запах пороха. Легкий щит. Да, легкий щит. Пираты, встречайте новый режим. Битва флотилии. Теперь можете командовать не одним, а целым отрядом кораблей. Каждый корабль имеет свою уникальную роль и вносит свою лепту в бой. Победа зависит от того, в каком порядке ты разместишь свои корабли и какие тактики примешь. Готов ли ты покрыть волны и стать легендарным адмиралом. Новейшие пиратские корабли оборудованы бортовыми пушками, которые не только повреждают корабль, но и на время выводят из строя команду, замедляя противника и создавая уникальные тактические преимущества. Избегайте абордажа, атакуйте издалека и подчините океан своей воли. Капитан Маркус Шарп готов усилить вашу команду и поднять ваши сражения на новый уровень. Маркус усиливает бойцов из рук, помогая им продолжить путь к пиратской славе и богатству. Кроме того, он мастерски обращается с пистолетом и саблей, уничтожая вражеских моряков и роняя их на колени. Зарабатывайте очки, выполняя ежедневные задания и получайте награду. Также появилась возможность привязать свой аккаунт в настройках игры. Но вот это вот надо, привязать на аккаунт. Привязать. В плане. Так. Ультра. Кадр в секунду, 60. Всего больше никаких нету. Привязать можно или нет? А, привязан, написано. Что-нибудь улучшилось, да? Я не пойму. Так, 50 это открыть еще один корабль. Ну что, ребят, давайте, наверное, изменим построение. Сюда надо вот так вот делать, получается. Попробуем такой командой. Выиграть. Посмотрим, кто там у нас. Так. Опасно, блин. Опасно сближаться. Блин, они... Канониры уничтожили. Я выиграл за счет того, что Маркус бомбил пушкаря. И мы в этот момент его зарубили. Так вот. Окей. Там какой-то суперский сундучок-то лежит. И мы получаем новый уровень, друзья. Что нам дают на пятом уровне? Картечница. Игнорируй щиты. Наносит урон по области. Главная цель – абордажные матросы. Тросы. Что ж. Наконец мы готовы к погоне за Монтбладом. Приходи, как будешь готов отправляться. А, у нас компания еще основная, что ли? Давай сразу к делу. Мы в этих водах не одни. Эти моря заполнены пиратами грома. Они считают этот регион своей собственностью. Они давно здесь. И у них свои законы и секреты. Придется с ними пересечься. Это неизбежно. Есть одна вещь, которую я уверен, они знают. Информация о местонахождении Монтблада. И я собираюсь добыть ее любой ценой. Ёпп, РСТ. Вы серьезно? Ха-ха, понял. Ну что же. Так, если посмотреть. Стрелки и стрелки прикрыты щитами. Меняем экипировку. Раз он щитов прикрыл щитами, я тоже прикроюсь щитами. Ать, здесь нельзя так, это не работает. Хм. Хорошо. Давай попробуем, ребята. Так, так, у него два пирата абордажных. Картечница же, ё-моё, я про нее и забыл. Тьфу ты. Надо было картечницу ставить. Она бы как раз абордажных валила. Она игнорировала щиты и что-то там еще. Ну, а на этого уже все, ребят. Их уже не осталось. Нет, 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 нет. Тут фиаско. Хотя у них нету капитана Маркуса. Да, мы выиграли. Как ни странно. У них не было капитана. У этих пиратов. Несчастных. Поэтому мы и запинали их. Окей, с этой мы справились. Ну, мы якобы двигаемся дальше. Ого! Кто такая? Ну... Так, ладно, давай попробуем. Блин, ее надо купить же было вначале. Картечница, да? Мне интересует другой... А как она? Куда она должна ставиться? Сюда? А, она два слота занимает. Перегруженный корабль не сможет выйти из бухты. Я сниму часть оборудования, перетащив за пределы палубы. Такая картечница... Она обслуживаемая или она сама по себе? Вот что меня интересует. Блин. Не, наверное, ее все-таки должны обслуживать. Ну, проверим. Просто посмотрим. Должны мы ее обслуживать, эту картечницу? Ну, пушка же не будет же сама по себе стрелять, согласись. Должны. Ну, да. Пипец, блин. Да, с пушками здесь... Далеко не пошелишь. Ребят, мы идем наоборот. Оу! Мы его капитана вальнули. А дело дрянь. Что-то у него какая-то слишком тут лютая команда. И, по-моему, мне показалось, что у него побольше места на корабле. Или... Это всего лишь... Показалось! Да я понял, что здесь я не выиграл. Так, друзья мои. Ну что, давайте мы, наверное, на сегодня с вами... Закончим эту серию. Какие-то ракушки получаем. Закончим эту серию. Пишите свои комментарии по поводу этой игры. Как она вам понравилась, не понравилась. На сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.